Приветствую вас. Ваша история довольно-таки длинная, значит, раскрывает несколько основных моментов, которые, на мой взгляд, достойны того, чтобы на них обратить внимание. Первое. Я не обещаю хронологии в своем ответе. Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, что муж ваш, бывший и небывший, я так не очень понял, вроде как до окончательного расторжения брака остается два дня, но по большому счету это ничего не меняет, потому что это всего лишь документ, если муж вдруг одумается, то ему ничто не мешает к вам обратиться, поговорить, справиться, и если что, вы можете вновь жениться. Другое дело, что, ну, как бы, заходите ли вы, это уже вопрос другой. Так вот. Первое, на что стоит обратить внимание, то, что ваш мужчина, я, наверное, буду называть его так, для простоты. Значит, мужчина ваш, мужчина, он изначально был достаточно слабым, как это видится мне. И если вы знали об этом, когда с ним дружили и видели, как он, как вы говорите, ползал за другими женщинами, да, за его девушками, то в этом контексте, конечно, остается неясным, почему вы считали, что он, он мог измениться? Что заставляло вас думать, что он мог измениться? При его матери, которая уластная женщина, и, как я понял, такой довольно мягкий отец, не могло быть иного, кроме, как, ну, такого вот достаточно мягкого, безвольного мужчину. Вы этого категорически не замечали. И у меня к вам, конечно, в этом контексте только один вопрос, почему. И ответ на этот вопрос включается именно в том, как можно назвать в целом ваши отношения. В целом ваши отношения можно назвать идеализацией. Вы идеализировали его, он идеализировал вас. Вы мало пишете про себя, к сожалению, но достаточно пишете про него, чтобы можно было сказать, что вас, человек, нашел определенно такое успокоение, что ли. То есть он увидел вас средство достижения своих целей, слишком идеализировал вас. Ну, к сожалению, это, это, к сожалению, нормально. В данном, в данном случае. Значит, второй момент. То есть первый момент, я надеюсь, понятен. вы не обратили внимания на то, какой мужчина, и поверили в то, что он может легко измениться. Второй момент заключается в том, что мужчина вас забрал и не захотел отпускать. То есть вы, несмотря на то, что работаете в компании, наравне с ним и ведете довольно-таки активный такой образ жизни, вы как бы здесь открестились от своей ответственности за вашу жизнь. то есть он вас просто забирает, вы просто позволяете ему это делать и, собственно говоря, все. вот. То есть здесь ситуация заключается именно в том, что вы позволили мужчине тебя забрать. Также вопрос в том, почему. здесь идет явная переброска ответственности с себя, да, на, значит, ну, на мужчину, на мужа вашего. Вот. И мне думается, что это тоже не ну, такой, такой довольно показательный момент к тому, что я не уверен, что это происходило у вас ну, как бы один раз, да, то есть я думаю, что это было несколько раз. Я думаю, что вы ну, скажем так, позволили этой ситуации быть тоже неспроста. То есть вы неспроста позволили этой ситуации быть именно такой. А значит, у этого есть причин. Вот. следующий момент это момент, значит, связанный с его родителями. То есть момент он такой, что вы слишком много внимания уделяли его родителям. Ну, вообще, у вас много третьих лиц в отношениях. То есть мама, сестра, ваша мама, все вот это вот такая, такая, как-то, скайка. Вот. И, естественно, влияние эти люди оказывали. и третьи лица никогда ничего хорошего не несут пары. Ни положительные условно, ни отрицательные условно рекомендации, да, не несут ничего хорошего. Вы правы в том, что сглаживали вину, вы правы в том, что ну, как бы сглаживали конфликты, не позволяли им как-то реализовываться, не позволяли им развиваться. В этом вы правы. Но в том, что вы не оградили себя от вообще всех, в этом ответственны и вы, и ваш мужчина. То есть почему вы этого не сделали, почему вы не озаботились личными границами, непонятно. Здесь, конечно, родители их родителями, но они должны знать свое место. И это нужно было делать не в критический момент, когда вот уже как бы мама перешла все границы и они стали друг на друга. То есть ваши мамы стали друг на друга там наводить поклев. А с самого начала, с самого начала очерстить границы и вы знаете, что мужчина ваш слабый духовно, вам это нужно было сделать самому. Ну, если он этого сделать не мог. А он этого не мог сделать, потому что у него мама довольно властный человек. Далее непонятно, почему после родов вы позволили маме, отцу, сестре жить в вашем доме. И также своей маме. Зачем вот эта вся семья, весь набор полный. для чего это все, с какой целью это все нужно было. Ну, тут точно непонятно. Тем более знаю, как относятся родители вообще друг другу и вообще. То есть, это знаете, выборы, такие решения, которые опять же подразумевают своего рода идеализацию отношений. То есть, вы идеализировали своего мужа, как бы забыли о том, кто он такой, по сути, дед. А ведь он не стал другим. Он ведь не изменился. Знаете, он таким был, он в принципе таким, в общем я остался мужчина. Вот. То есть, ничего вы ожидали. Вот. Далее, далее, у вас, вы начали скатываться в депрессию после всего пересчитывания. 15 честно, изменения, которые произошли с вами обоями, ну, не совсем для меня ясны и понятны. То есть, ну, если вы говорите, например, о том, что вы стали скатываться в депрессию, то почему? Почему вы все это приняли на себя? То есть, как бы, что это все, ну, своего рода получается, что, ваша вина? Нет. Почему вы все это приняли на свой счет? Почему вы посчитали, что это ваша, ну, я не знаю, ваша вина? Почему вы посчитали, что дело именно в вас, а не в, ну, просто в маме, например, или в мама, и так далее. Вот. Ну, и дальше все эти звонки, которые просто-напросто добили ваши отношения. То есть, ну, вы просто не дали времени, не дали возможности для того, чтобы наладить себя. То есть, как бы, третьи лица просто уничтожили ваши отношения с учетом того, именно, что, как бы, ваш муж это человек, который не готов к сожалению, да, защищать, значит, ну, не готов защищать свой домашний очаг, свою семью, и так далее. И опять же, момент какой, что вы скорее всего об этом знали, понимаете. Вы не могли об этом не знать, о том, что он такой, но вы почему-то ожидали от него того, что он поставит на место свою маму. То есть, ожидали от него, что он поступит совсем по-другому, не так, как он мог бы поступить. он не ставил свою маму на место, он ее и, ну, не поставил бы никогда на место. Если бы он мог ее поставить на место, не было бы проблем у него с женщинами, которые им вертели, как хотели вообще. здесь вот именно ваши ожидания, здесь именно вот ваше идеализированное отношение к мужчине и наделение соответственно его теми качествами, которых у него не было и соответствующие ожидания от него по поведению сыграла, к сожалению, злую шутку. Очень злую шутку, потому что мужчина оказался не готов к критической возможности, в критической ситуации вам дать того, что вы от него ждали. Может быть обоснованно, но обоснованно или не обоснованно, значит, как бы он этого дать вам не мог. Вот. Ситуация дальше, которая складывается в площадку. У вас взаимные обвинили. То есть после того, как вы вытерпели нахождение вместе всех родителей, вы взорвались и приграбили мужа тем, что вы уйдете от него. Совершенно непонятно, почему такая у вас модель. Ну, мужу было тяжело. Муж переживал. Зачем нужно было сразу угрозить? Зачем нужно было сразу, ну, я не знаю, шантажировать, его угрожать и так далее. Давить на него. И тем более после этого опять же включились ваши родители, которые все по идее решили за вас. из вас опять приехали и вас опять забрали. Вот. Почему вас забрали? Почему вас забирают все время? Почему вы сами не решаете, сами не берете ответственности за как бы свое решение, на свою жизнь? это вот для меня остается здесь так-так. И далее все, о чем вы говорите, все, о чем вы пишете, это называется образность. То есть вот то, что происходит с вами, это образность. то есть когда вы говорите, вот как он мог так поступить, неужели он не любит там, неужели он не любит нас и так далее. Вот. Это все идеализация. То есть вы как будто забыли забыли кто перед вами, с кем вы вообще отношения выстраиваете. А отношения вы выстраиваете именно с вашим мужем, который далеко не самый сильный человек. и я просто хочу, чтобы вы не забывали об этом, чтобы вы помнили по возможности о том, какой человек ваш муж, чтобы вы помнили что он на себя представляет, чтобы вы не забывали об этом. А у меня такое чувство, что вы об этом забываете. Вот. И проецируйте на него, именно на него проецируйте свои представления о том, как все должно быть, как все должно происходить, как все должно строиться, рапусть. Почему вы считаете, что муж должен надирсоваться ребенком? Почему вы считаете, что его фотографии должны как бы растопить и вернуть вам? Почему вы считаете, что мужчина должен что-то изменить? Непонятно. И все это связано с тем, что вы говорите об идеальной жизни. Идеальная жизнь, да, но она, во-первых, была идеальной только для вас. Во-вторых, какой бы она ни была идеальной, любая идеализация в итоге приводит к обесцениванию. Потому что от любой идеализации всегда имеются завышенные ожидания. Вот. И соответственно эти завышенные ожидания им свойственно неоправдны. поэтому здесь ситуация заключается именно в том, что у вас по-прежнему это иллюзия. Иллюзия о том, что с вашим мужем вас связывало очень много. Хотя на самом деле, на самом деле вы знакомы не так много. Три года. я уже говорю о том, что этого мало для того, чтобы узнать друг друга. Ну естественно достаточно стремительное развитие отношений тоже не пошло на пользу вам обоим. Вот. Жиму больно вам? Это вопрос. почему вы не можете сейчас начать жить дальше? Это травма от развода, которая прорабатывается вместе с психологом. Вот. Как он мог отказаться от жены и дочери так легко? Почему вы решили, что он отказался легко? Но тем не менее вы говорите про себя. вы не говорите про него, вы говорите про себя. Еще раз повторяю, вы забыли, вы забыли, какой мужчина, какой человек, ваш муж. вопрос о том, как вам быть, ответ точнее на ваш вопрос, как вам быть, это первое, пережить развод, на котором я стал два дня, опозгать к психологу и постепенно, постепенно, постепенно все прорабатывать и восстанавливаться, хотя бы ради дочери. вы говорите, боль внутри, из-за чего боль? Из-за чего боль? Если вы любите мужчину, его нужно уважать, и выбор его нужно уважать, как бы там ни было. а если больно вам, то это то, чего лечились вы, это то, что потеряли вы. Вот и вся история. Что вы потеряли? Вот вы говорите, значит, так, каждый день стараюсь убедить себя в том, что он нас разлюбил, что мы дочери ему не нужны. Он сейчас счастлив. Вот. но не могу поверить в это. Тут не верить нужно. Знаете, тут не верить нужно. Тут необходимо анализировать именно свои отношения. Какая разница, любит он вас, дочери или не любит? Какая разница, нужны вы ему или нет? Это его выбор, и мужчина этот выбор сделал. Выбор это то, что реально. А вера во что-то или не вера во что-то это нереально. Понимаете? И до тех пор, пока вы будете руководствоваться иллюзиями, фантазиями, которые у вас сейчас есть, возможно, из-за того, что родители вас окружили чрезмерной любовью, вы считаете, что от вас нельзя отказаться и вас нельзя забросить. пока вы будете считать, что эти иллюзии имеют место быть, у вас, к сожалению, будут проблемы. Что заставило его так измениться? Ответ на этот вопрос вам абсолютно ничего не даст, но если все же постараться на него ответить, я полагаю, что вся общая ситуация, он просто понял, что не справился с таким давлением и решил сдаться. что в общем-то нормально для слабых людей. Дальше, значит, так, вот вы говорите, вот это одно любви, это с вашей стороны, таких идеальных отношений, это опять же ваше восприятие, идеальных отношений не бывает. Что-то они были для вас идеальны, возможно не означает, что они были идеальны для него, либо чего они ему стоили, это вообще отдельный разговор. Неужели он действительно счастлив? Нет, он не счастлив, но, по крайней мере, это не то, что есть сейчас, не доставляется ему того дискомфорта, который доставляла ему возможно вся эта ситуация, в которой он был. Что доставило так измениться? Так, на этот вопрос я ответил. самое смешное, что мы даже ни разу не поговорили, но это нормально, если люди идеальируют друг к другу, они потом обесценивают друг друга, разговаривают, они не могут, это нормально. Даже в суд приезжает с отцом словно боясь остаться со мной наедине. тут скорее не так. Тут скорее он не боится с вами остаться наедине, просто он либо выполняет прописание родителей, либо ему самому просто тяжело, и он хочет отца как бы поддержку. Вот. Я знаю, что я знаю, но что-то внутри меня не позволяет мириться. И что именно? Вот к этому нужно разбираться. Именно. Знаете, мириться не надо. Мирение это означает принять свою неудовлетворенность. И по сути это означает, что ничего не изменит в вашей жизни. То есть вы снова можете совершить такую же ошибку. Как вы совершили. А это на мой взгляд недопустима роскошь при вашей ситуации, при том, что у вас есть ребенок. Поэтому не надо не мириться, извлекать опыт, делать выводы, анализировать, почему вы к этому пришли, и что заставило вас к этому прийти, именно в ад, не мужа. И уже на основании этого корректировать свое дальнейшее поведение, восприятие себя, мужчин и окружающих людей. А также делать выводы относительно того, как вам устраивать свою семейную жизнь и границы в ней. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!